Медицина Первым ректором университета стал выпускник Казанского университета, известный хирург и ученый профессор Василий Иванович Разумовский. Профессиональное восхождение Василия Разумовского произошло стремительно. Еще студентом он был единодушно выдвинут своими сокурсниками, кандидатом в ординатуру хирургической клиники. В 19 лет получил звание приват-доцента, в 30 избран профессором оперативной хирургии Казанского университета. В 1909 году Василий Иванович Разумовский был назначен ректором Императорского Николаевского университета в Саратове. Он соглашается на этот ответственный пост при условии, что сам сможет выбрать архитектора будущего вуза и пригласить в Саратов коллег-единомышленников из Казани. В университете учреждены первые семь кафедр анатомии, физиологии, зоологии, физики, химии, хирургии, ботаники. На первый курс в 1909 году были приняты 92 студента и 14 вольнослушателей. Уже через пять лет в университете обучалось более 500 студентов. Когда прогуливаешься по коридорам и аудиториям исторических корпусов, не покидает ощущение, что Разумовский по-прежнему где-то рядом. И внимательно наблюдает за успехами своего детища, незримо помогает ему. Представить такую картину легко, благо столетия спустя прекрасно сохранились старинные интерьеры. Акустика здесь такая, что слышен даже шепот, а написанное на досках видно с самой дальней точки. Это и множество других инженерных решений при возведении Саратовского университета заслуга архитектора Карла Мюхке. Карл Людвигович Мюхке, выдающийся архитектор, директор Казанской художественной школы, приехал в Саратов по приглашению Разумовского и сразу же приступил к проектированию зданий Саратовского университета. На глазах удивленных горожан Московская площадь Саратова превращалась в масштабную стройплощадку. Осенью 1913 года в новеньких аудиториях университета появились первые студенты и начались занятия. Сегодня, век спустя, мы в полной мере можем оценить труд и талант архитектора Мюхке. Зодчий оставил города два прекрасных архитектурных ансамбля. Комплекс зданий университета в центре Саратова и клинический городок Саратовского государственного медицинского университета. В последующие годы университет бурно развивался, пережил трудные времена революции и гражданской войны. В 1917 году были открыты три новых факультета. Саратовский университет стал полноценным классическим вузом. В 1923 году ректором университета стал Сергей Романович Миротворцев. Сергей Романович Миротворцев – профессор, действительный член Академии медицинских наук СССР первого созыва, заслуженный деятель науки, выдающийся хирург-клиницист, участник пяти войн. К 1926 году было завершено строительство университетских клиник и состоялось торжественное открытие клинического городка. В 1930 году медицинский факультет Саратовского университета был преобразован в самостоятельное учебное заведение «Медицинский институт». В составе института три факультета. Обучаются 1600 студентов. Работают 28 профессоров, 30 доцентов и 174 ассистента. В 1935 году в состав мединститута вошли клиники кожных и глазных болезней, Третья советская больница и некоторые другие стационары города. В первые дни Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты-медики ушли на фронт в полковые формирования, армейские полевые и эвакогоспитали. Саратовское Поволжье стало одним из самых мощных тыловых медицинских центров в стране. Выхаживая тяжелораненых, люди в белых халатах работали круглосуточно. За военные годы врачи и медсестры вместе с жителями Саратова сдали 71 тысячу литров крови. В годы войны Саратовский мединститут продолжал свою работу, обучая студентов и проводя переподготовку медицинских специалистов. Для обеспечения советской армии врачебными кадрами произведены ускоренные выпуски врачей. В 1944 году Саратовский медицинский институт – самый крупный вуз города. В нем обучаются почти 2,5 тысячи студентов. В самое трудное для страны время врачи и ученые Саратовского мединститута разрабатывают и внедряют рациональные методы лечения раненых и больных. Профессор Александр Богомолец – автор уникальной методики консервации донорской крови. Разработка до сих пор актуальна. Он же создал антиретикулярную цитотоксическую сыворотку для лечения трофических язв и осложнений при огнестрельных ранениях. Сыворотка Богомольца пользовалась огромным спросом в полевых и эвакуационных госпиталях и спасла жизнь многих бойцов. Более 50 сотрудников и студентов института отдали свои жизни ради победы. В память о них установлен обелиск, на граните которого высечены слова «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины». Субтитры создавал DimaTorzok В послевоенное время в Саратовском медицинском институте проводилась большая работа по укреплению кафедр и оснащению их необходимым современным оборудованием. Расширился кадровый состав вуза. В 1951 году университет подготовил для страны более 600 специалистов-врачей, впервые прошедших шестилетнее обучение. К 1954 году в состав вуза входят 44 кафедры, из которых 23 клинические. В 60-е и 70-е годы и Саратов, и Саратовский медицинский институт оказываются в гуще поистине космических событий. В сентябре 1973 года выпускник вуза Василий Лазарев, будучи командиром экипажа, совершил полет на космическом корабле «Союз-12». В честь радостного события в вузе прошел торжественный митинг. 1960 по 90-е годы в Саратовском мединституте подготовлены 95 докторов и более 600 кандидатов медицинских наук. Открыты 32 новые кафедры. Численность студентов увеличилась до 4800 человек. На базе клиник открылись 25 межобластных и областных центров специализированной медицинской помощи. В 1976 году Саратовский медицинский институт был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Во всех достижениях Саратовского мединститута середины 20 века немалая заслуга ректора Николая Романовича Иванова, который возглавлял вуз на протяжении 30 лет. В 1993 году Саратовский медицинский институт был преобразован в университет. Началась новая эпоха в развитии вуза. В 2002 году Саратовский медуниверситет возглавил профессор Петр Витальевич Глыбочка, чрезвычайно много сделавший для дальнейшего развития вуза. С 2002 по 2010 год созданы медико-профилактические и фармацевтические факультеты Институт сестринского образования, начата подготовка врачей по специальности клиническая психология. Основан НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии. Построена первая очередь учебного корпуса номер 6 и начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Остальные корпуса СГМУ бережно отреставрированы. Значительно укреплена материально-техническая база университета и клиник. В 2009 году университет торжественно отметил 100-летний юбилей, и ему было присвоено имя первого ректора Василия Ивановича Разумовского. В последующие годы под руководством ректора заслуженного врача России Владимира Михайловича Попкова университет продолжил свое развитие. В его состав вошли Медицинский колледж, НИИ кардиологии и Саратовский НИИ травматологии и ортопедии. Открыт аккредитационный центр, построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В год 110-летнего юбилея университета на его территории установлен памятник архитектору Карлу Нюхке. В составе университета 6 факультетов, 2 образовательных, 3 научно-исследовательских института, медицинский предуниверсарий и колледж, инновационная инфраструктура. В нем учатся более 7 тысяч студентов, в том числе 700 иностранцев. Сегодня университет успешно вышел на международный уровень. ВУЗ сотрудничает с десятками партнеров в России и за рубежом. Ежегодно ученые университета публикуют полторы тысячи научных статей, получают более 50 патентов, проводят 60 клинических исследований и испытаний. Гордость Саратовского медуниверситета имени Разумовского – собственная клиническая база. Ежегодно клинический центр СГМУ оказывает помощь 60 тысячам пациентов, треть из них – дети. Проводится более 30 тысяч операций в год. Студенты медуниверситета – постоянные участники и победители профильных конкурсов и олимпиад различного уровня. СГМУ входит в число тысячи лучших университетов мира и в десятку лучших медицинских вузов России. За заслуги в развитии медицинской науки и подготовке квалифицированных специалистов ректор и коллектив университета удостоены благодарности президента России Владимира Путина. Сохраняя лучшие традиции российского медицинского образования и используя инновации, Саратовский медицинский университет имени Василия Ивановича Разумовского доказал, что способен приумножать свои достижения и оставаться в числе лучших медицинских образовательных учреждений России. Редактор субтитров А.Семкин